Всем привет! Не мог не снять очень интересный случай. На ремонт приехала Kia Cerato 2006 года. Четыре владельца. Пробег громадный, естественно, скрученный. Машина крашеная. Ремонтируем двигатель. Пожалуй, впервые во всей практике горит ошибка 420-я. Здесь стоит барайний рог, он уже разрезан. 420-я ошибка на низкую эффективность каталитического нейтрализатора. Естественно, владелец просит его удалить, варить пламегаситель, сделать программу. Но внутри, когда мы разрезали, мы увидели очень интересную картину. Сейчас я вам покажу. Обычно на барайний рог нареканий нет. Здесь керамика толстая, крепкая, в отличие от сидов, солярисов и рио с 2010 года. Такое мы видим с барайним рогом крайне редко. Вот такая интересная картина здесь образовалась. Соты просто заплавились, так вот они сжались. Я не знаю, какие-то косички такие, дреды получились катализаторные. И все вот это было внутри первого блинчика. Здесь тоже два элемента внутри стоит. Последний, второй и первый. Вот он, вот здесь находится. Что интересно, в таком случае, если бы мы смотрели камерой со стороны приема выпускных газов, наверное, мы бы увидели относительно ровную плоскость. То есть, визуально он бы казался нормальным. Но внутри он уже весь пришел в негодность. Нет, это косички барана. Это бараний рог с косичками внутри. Вот у него такие косички выросли. Вообще, очень интересно. А вот еще один случай. Бараний рог на автомобиле прошел 340 тысяч. Ошибок никаких нет. Керамика ровная, красивая. Мы посмотрели камеры. Клиент просит продуть. Там уже лежит крошечка. Продуть и поставить назад. Ну, хозяин барин. А в случае косичек вот этих бараних придется варить пламя газ. А это в лачете 200 тысяч пробега. Катализатор абсолютно нормальный. А со стороны приема выпускных газов он создает иллюзию нормального катализатора.